В детстве Кристина была очень худой девочкой, но из-за неправильного питания она начала стремительно набирать вес. В возрасте 22 лет Кристина достигла веса в 150 килограмм. Кристина была уже взрослая, имела высшее образование, поэтому хотела пойти на работу. На работу ее не принимали, а брали только стройных и красивых девушек. Однажды Кристина пришла домой и расплакалась, из-за того, что ее не берут на работу. Она спросила у своей мамы, мама, почему люди так относятся ко мне? А мама ответила, я уже говорила, что тебе стоит сесть на диету. Кристина после этого провела дома месяц в депрессии от его, что у нее ничего не получается. Она не раз пыталась похудеть, но все время срывалась. Подруга Кристины пыталась утешить ее и помогала Кристине, искав ей работу. Однажды, подруга Кристины Мэри нашла Кристине работу. Эта работа была связана с финансами и бизнесом. Руководитель не хотел ее принимать. Но когда она начала ему доказывать и объяснять, почему ей нужна эта работа, в кабинет зашел молодой мужчина. Лет 20, он услышал, что руководитель был против того, что ее брать. Но этот мужчина отвел в сторону руководителя, и он сказал, чтобы руководитель дал ей шанс. Они решили, что дадут ей экзамен, который Кристина сдает на отлично. Тем самым, Кристина доказывает, что достойна этой работы. Она сказала, ну что, поздравьте меня, теперь я в вашей компании. Мужчина улыбнулся и сказал, что рад, что она смогла устроиться на эту работу, а также назвал Кристину красивой. Кристина начала работать в новой компании и быстро показала себя хорошим финансистом. Со временем, она поняла, что молодой мужчина, который помог ей устроиться на работу, был хозяином этой компании. Но все было не так хорошо, ее уверенность в себе, после того, как ее приняли на работу исчезла. Потому что, все в офисе смеялись над ней, называя ее толстой. Однажды она услышала, как ее коллеги в другом кабинете, называли ее свиньей и смеялись. Кристина расплакалась и побежала в свой кабинет. Хозяин компании, тот молодой мужчина, услышал, как девушка плачет, не постучавшись, он вошел в кабинет. Он, увидя, как она плачет, решился утешить ее. Сказав ей, я знаю, почему вы плачете, не обращайте внимания на своих коллег. После того, как девушка успокоилась, хозяин компании предложил ей погулять после работы. Конечно же, Кристина согласилась, они хорошо провели вечер. Они стали все чаще гулять вместе, а хозяин компании начал чувствовать симпатию к девушке. В итоге, он решил признаться ей в любви, но боялся. Он признался ей, и она тоже ответила ему взаимностью. Через некоторое время, они поженились. Кристина похудела, стала стройной, и родила детей. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.